Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и да, я знаю, простите меня, я не хотел, я правда не хотел, но я не смог пройти мимо очередного инфоповода об игре Смута. Ведь нам, наконец, показали целый час геймплея игры. Ну и что же теперь скажут те неверующие, которые говорили, что геймплея нет, которые спрашивали о нём, а их за это банили в группе ВК? И теперь что, шах и мат получается? Ну, как сказать? Не очень! Поиграть в ранний билд Али, к сожалению, не мне, а стримерши, стримерки, Алине Рид. Я отсмотрел весь часовой ролик от и до, прям вот полностью. Выглядел в это время я примерно вот так. Нет. Нет. Прекратите, прошу вас, хватит. Короче, в этом видео мы сделаем своеобразный разбор геймплея. Посмотрим на боёвку, диалоги, графику и попробуем сделать выводы. Правы ли были все эти хайпажоры-блогеры, которые пророчили игре провал или силушкой богатырский им засунули их поганые языки в их же продажные жопы? Ну и перед началом видео я, как всегда, напомню, что хорошие люди подписываются на Твич и Телегу. А если вы тут первый раз и вам зашёл контент, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и таким образом дадите пендали этим проклятым алгоритмам Ютуба. А мы, наконец, начинаем. Погнали! Для начала я хотел бы уточнить, что всё вот это, конечно же, снова является частью рекламной кампании игры. Да, снова гений из Сайверя Нова думают, что их игра это практически ААА-шедевр. Перед этим они смело демонстрировали трейлеры сомнительного качества и, несмотря на вой разумных людей в комментариях о том, что игра выглядит, ну как бы, не очень, они решили теперь продемонстрировать её в полной красе и заказали у Алины Рин. То ли рекламное видео, то ли стрим, короче, часовая нарезка геймплея лежит на канале у Алины. Я оставлю ссылку на видео в описании, если вам интересно, можете посмотреть сами полностью. Алиночка тут, конечно, заработала денежек и я её ни в коем случае не осуждаю. Не уверен, что я бы свой толстый зад не продал на её месте. Мне прям больно смотреть, как она хвалит любую хрень в игре. Очень красиво сделана вот эта заставка, красивая сцена. Красивое, кстати, было вот это вот сбоку, с правой стороны кольцо вот этой прогрузки. Вообще очень красиво. Вообще очень атмосферно, пока всё выглядит внутри, очень красиво здесь всё выглядит, цвет красивый. Нет, слушайте, очень красиво. И главный герой у нас так приятно выглядит и одет хорошо. Очень красивое лого загрузки. Очень красиво, очень красиво. Замечательно, красивый какой, да? Очень мне нравится почему-то этот оберег. Ну как красиво, ребят, ну как красиво, ну прям картины, да? Здорово всё это выглядит. По крайней мере, я надеюсь, ей заплатили, а не держат её семью в заложниках, заставляя расхваливать смуту. Но нас с вами интересует совсем не это. Рекламировать свои игры за деньги у известных стримеров это абсолютно нормально. Ну и к тому же разрабам надо хоть как-то оправдывать бюджет игры. Однако нас интересует, конечно же, другое. То таинственное, что от нас скрывали долгое время, банили за то, что мы это просим, а именно геймплей игры. И мы обязательно о нём поговорим, но для начала давайте уточним пару моментов. Во-первых, геймплея вот в этой демо-версии точно не на час. Алина максимально старалась растянуть свою игру, останавливаясь и рассматривая каждую мелочь. Это на самом деле хорошо, к ней тут претензий нету. Нам это только поможет. Главное просто тут не слушать, что она говорит в этот момент. Ничего себе! Получается бегать за сороками полезно не только котам. Но я акцентирую на этом внимание, что вы просто не думали, что реально нам выкатили аж целый час геймплея. Это не так. Однако, поверьте, то, чего нам показали, хватает, чтобы сделать кое-какие выводы. Во-вторых, большую часть того, что показано в ролике Алины, мы уже видели. Там вот как раз все эти кат-сцены, которые нам показывали в предыдущих трейлерах. Те же самые сражения с врагами. И если что, выглядит всё это абсолютно точно так же. Никаких улучшений мной замечено не было. Эффекты, анимации, всё такое же, как в предыдущих трейлерах. Понятное дело, что это ранний билд, как сама Алина повторила раз, наверное, 20. Это ранний билд, насколько мне известно. Но, напоминаю, ребята, это ранний билд. Ранний билд. Потому что, напоминаю, ранний билд. Не очень, правда, понятно, зачем давать ранний хреновый билд, если есть билд поновее. А если его нет за месяц до релиза, то, как бы, ситуация не так себе. Ну да ладно, давайте теперь рассмотрим в деталях, что же нам показали. Начнём с графки. Для начала хочется отметить вот эту вступительную заставку, чем-то напоминающую вступительную заставку из Kingdom Come Deliverance. Только вот без должной прорисовки. Я, если честно, не очень понимаю, что мешало нарисовать персонажей нормально. А то они все выглядят так, будто бы на нормальной арты разлили воду и все изображения поплыли. Ну да ладно, это придирка. Может быть, даже кому-то такой стиль понравится. Ну и, как бы, это художники рисовали. Наверное, они так видят. Но, блядь, то, как выглядит сама игра, это просто полный пи***ц. Нет, положительные моменты тоже есть. Я не спорю. Например, освещение. Местами оно реально очень классно сделано. И прямо видно, что это Unreal Engine 5, вот тебе освещение Lumen, которое пытается отрабатывать как следует. Однако, даже с освещением в игре часто бывают проблемы. В начале игры, например, ночью в лесу темно, как в жопе у боярина. Даже факел сильно не спасает. И, в целом, если нету хоть какого-то источника освещения, игра сразу выглядит как-то срата и блекла. Второй положительный момент — наряды героев. Они реально сделаны с вниманием к деталям и выглядят, по большей части, хорошо. Я, правда, не очень понял вот этот вот задранный угол у одежды нашего главного героя. Это так типа раньше ходили, или его просто так сильно багануло на всю игру? Насчет исторической достоверности одежды я тут сказать ничего не могу. Я таким не интересуюсь, не разбираюсь. Но я допускаю, что она реально трушная и прямо срисована снарядов тех времен. Также к плюсу можно, наверное, добавить архитектуру зданий. Они выглядят очень даже симпатично и создают правильную атмосферу. И вот мы вроде как бы подходим к тому, чтобы сказать, что игра выглядит неплохо. Года так для 2007-го. Да, несмотря на ряд положительных моментов с графонием, тут в целом жопа. Во-первых, как я уже говорил, все те всратости, что были замечены в трейлерах ранее, никуда не делись и поправлены не были. Анимации персонажей — кал, анимации лиц — кал. Сами персонажи, когда разговаривают, как-то нервно двигают глазками, будто бы насрали только что на крыльце и боятся, что их поймают. Локации тоже какие-то мыльные, все в дымке, хотя это еще как-то можно списать, что вот, мол, там печки топят, вот и дымка, так что-то ладно, хрен с ним. Но это еще полбеды, и самое ужасное здесь детали. Ну вот, например, снег. Его много, многие персонажи часто в нем, ну как бы, утопают, но оставляют они при этом не следы, а еле заметные полосочки, как будто бы санки проехали по снегу, а не человек прошел. Сам мир сделан совершенно мертвым, максимально халтурно и вообще без внимания к деталям. Вот, например, женщина доит корову. И пока эта корова кушает грязь, женщина доит ее мимо вымени и без ведра. А во время драк все люди вокруг, ну вообще никак на них не реагируют, стоят как истуканы на месте, не двигаясь и не меняя поз. Впрочем, и без драк ситуация как бы не меняется совсем. Если персонажи стоят друг рядом с другом, то они могут, ну максимум, руками махать, без разговоров, конечно же. Видимо, мыслями общаются. Короче, во всем это прям чувствуется такой вот старый, добрый 2005-2007 год. Все какое-то максимально устаревшее. Диалоги подаются тоже максимально тупо, просто переключением камеры, ни жестикуляции, ни даже синхронизацией со звуком. Ты со мной так говорить не смей. На нашей земле ты в гостях. Так что прояви уважение. И восстали машины из пеплоядерного огня. Плюс сами эти диалоги зачем-то надо прокликивать вручную. Автоматически они не проигрываются. Короче, все это как-то трешово-дешево. Про озвучку можно сказать так. Она местами не такая прям плохая, как мне казалось изначально. Есть хорошие актеры, но есть и максимальный кринж. Лучше всего тут сказал многоуважаемый Егор Васильев. Актер, который является официальным голосом ВИЗ Киберпанка. Вот его мнение из его же ролика про озвучку игры. Озвучка, если брать общее, плохо. Очень плохо. За исключением блистательнейшего Артура Иванова и блистательного Дениса Беспалова. В связи с тем, что, сука, контраст все равно в диалоге лютейший. В плане понимания, что такое озвучка в целом. И создается ощущение, что на озвучку профессиональной команды, то есть как бы с режиссером дубляжа, нормальным кастингом, с голосами профессиональных знаменитых актеров дубляжа, на этот денег не хватило, скорее всего. Если вы хотите послушать подробнее мнение Егора про озвучку, оставлю ссылку на его ролик в описании. Кстати, если вы вдруг помните эту знаменитую сцену с Гришкой, которому нужно срочно найти Писаря, то вы можете порадоваться. Звуки окружения все-таки в нее добавили. И еще сказали Алине Рин прям указать на это. Типа, смотрите, вот, смотрите, мы добавили. Ищу, Тимофей Федорович, можешь не волноваться. Смотри, дело тонкое. Лучше и нужен, иначе не сносить нам голову. Мы прям слышали, да, как у него рука втерся. Так, а сейчас давайте наконец переключимся уже на геймплей, на механике игры. Этот геймплей, который нам так не хотели показывать, что аж банили в группе «Выказывай вопрос о нем». Ну что ж, посмотрев эту геймплейную демонстрацию, я понял, почему геймплей не хотели показывать. Тут тоже ничего хорошего я сказать не могу. На самом деле я увидел примерно то, что я ожидал. До протяжения часа все, что делает наш герой, это бегает от одного NPC к другому, участвует в странных диалогах, которые, насколько я понял, полностью линейны. Несмотря на то, что вроде выбор какой-то ответов имеется, но они абсолютно не влияют ни на что. Никаких дополнительных механик, мини-игр, крафт, да хоть чего-то, кроме побегушек, боевки и диалогов, нету. И ладно бы боевка была все-таки какая-то крутая, интересная, сложная. Тогда бы можно было еще как-то вывести. Но нет, боевка все такая же, всратая, медленная, кривая и дубовая. Несчастная Алина Рин с этой боевкой там страдала по максимуму. И не надо мне тут говорить про кривые руки стримеров и тому подобное. Кривая тут именно боевка. Я прям чувствую, как плохо персонаж реагирует на нажатие. Какой он медленный. Враги тоже двигаются как-то странно. Короче, когда смотришь на такой бой, хочется выключить игру, а не продолжать ее. И вот эти люди, которые сделали такую боевку, заявляли, что в Ведьмаке боевка дерьмовая. Да уж. Так ладно, что у нас тут еще по геймплею. В игре есть карта. Внезапно. Правда не очень понятно, зачем она нужна, так как локации выглядят максимально коридорными. И в них как-то сложно заплутать. Кроме того, на карте не было замечено вообще никаких сторонних активностей. Или каких-либо других полезных меток. Уж я не знаю почему. Либо потому, что в игре их нет совсем, либо может быть они появляются где-то там позже по сюжету. В любом случае, мне кажется, в эту игру можно спокойно играть без этой карты. Еще нам показали, наконец, систему прокачки, для которой тут используются обереги. И это было хоть что-то относительно новенькое касательно геймплея. Выдают эти обереги за задания, и мы ими улучшаем нашего главного героя. Добавляем ему таким образом всякие статы и пассивки. В целом-то система неплохая, но как она будет работать в игре, это уже не очень понятно по видео, потому что слишком уж короткий геймплейный отрезок нам показали, и там был всего лишь один оберег. Еще из позитивного я хочу отметить кодекс. Вроде такая стандартная штука, но в любом случае приятная. Это я уважаю, когда про персонажей, значимых и не очень рассказывают подробно. Тем, кому интересно это прочитать, могут это сделать, кому неинтересно, могут скипать. И особенно хорошо, когда это есть в подобной исторической игре. Хорошо было бы, правда, проверить этот кодекс на наличие исторических неточностей, а то, учитывая, как сделана вся игра, разрабы могли накосячить и здесь. Ну и что же в итоге я могу сказать после того, как посмотрел геймплей смуты? Я скажу так. Я разочарован. Разочарован, что мне по большей части показали то, что я уже видел. Те же катсцены, те же сражения, та же сратая боевка. Да, местами графон реально выглядит неплохо. Освещение, окружение, мое почтение. Но игрой просто нереально наслаждаться из-за того, что во всем остальном она выглядит максимально устаревшей. Диалоги кривые с рассинхронными, озвучка местами кринж, окружающий мир и NPC совсем не ощущаются живыми. NPC просто расставленные и никак не реагируют на вас, не живут своей жизнью. Никакого интерактива в этом мире, кроме как попить из колодца, я не увидел. Я расстроен, что не увидел ничего нового, что разрабы вообще не провели хоть какую-то работу над ошибками. Ни в игре, ни в своем рекламном подходе нам все еще показывают плохую игру. И как бы ее там не хвалила Алина Рин, своими красивыми губками игра от этого лучше не станет. И людей же не наеб... Ну зачем они это делают, я не понимаю. Ну просто почитайте комментарии под видео Алины. Это не отменяет того факта, что я все еще жду релиз, потому что это точно будет громкое событие. Просто я все еще сомневаюсь, что это будет громкий успех. Скорее уж, громкий провал. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте про Твич, про Телегу. Не забывайте писать комментарии, что вы думаете после того, как посмотрели демонстрацию геймплея этой великолепной игры. Ну и если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Буду очень сильно вам благодарен. И обещаю, следующее видео будет не про смуту, и оно будет позитивное. И, кстати, оно тоже будет про одну российскую игру. Ну а на сегодня это все. С вами был Марадио, что у нас гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.